МИХАЛ ЗОТИ Михаил Зоти и ты в компании СЕРУСКИ Название доклады элементы LEM Цвет на LEM по одному углу Он расскажет о пропорции на одной версии подхода к настроению приложения использование собственной библиотеки основной паттер на LEM и о том, какие принципы закладывали и что ожидали получить на выходе Да, спасибо Всем привет Я предлагаю, наверное, сначала познакомиться немножко расскажу про себя Я техлит от латора отдела компании СЕРФ Компания СЕРФ занимается разработкой мобильных приложений для бизнеса, под заказ вот это довольно-таки большая по количеству разработка, массовая поэтому у нас много собственных решений и мы активно делимся ими с комьюнити вот про одно из таких решений я буду сейчас рассказывать это наша библиотека довольно-таки новая но она не появилась внезапно она стала таким эволюционным процессом с момента появления отдела и вот каким образом это происходило я постараюсь рассказать и что мы заложили в последней версии чем она хороша, чем она вам может помочь какие преимущества дать ну и собственно начнем с того что давным-давно в далекой-далекой галактике с самого начала и на самом деле примерно так и есть потому что когда все это начиналось меня в компании не было поэтому я тоже рассказываю с того, что мне рассказывали произошло примерно следующее когда никто еще не знал про Flutter в том числе и я я в этот момент занимался геймдевом в андроид-команде появилась небольшая группа таких энтузиастов, которые решили попробовать Flutter в продакшене и как-то так сошлись звезды что бизнес такой а давайте а что нет но при всем при этом Flutter был в общем на стадии совсем зарождения никаких там блоков еще в помине то есть блок от Феликса был в настолько же зачаточном состоянии как и то, что изначально потом делали мы Redux тоже особо мобильных разработчиков не привлекал да и в таком же примерно состоянии для Flutter был поэтому сказать, что что-то для построения архитектуры приложения в целом его и не было можно было использовать стандартный ванильный подход который во Flutter декларировался ну или изобретать какие-то велосипеды но бизнес штука суровая поэтому попробовать то дали но было определенные условия эти ребята все еще андроид отдел поэтому в случае чего они должны будут быстренько ориентироваться обратно и не вспоминать про Flutter поэтому в основе должно было лежать что-то что позволило бы таким андроид разработчикам мигрировать в одну сторону и в другую без особых потерь и без боли для бизнеса поэтому в основу решили взять всем привычный и любимый особенно андроид разработчикам паттерн MVVM это шаблон построения приложения на всякий случай просто базовый концепт немножечко вспомним в нем выделяется несколько слоев это View, ViewModel и Model как таково у каждого из них своя зона ответственности Model это такое хранение свойств и наличие бизнес логики которая с этими свойствами условно может оперировать View это чистое отображение которое за основу берет данные которые поставляются в ViewModel и взаимодействует оно напрямую только с ViewModel то есть такой довольно таки стандартный подход и все эти принципы решили воплотить в своей реализации библиотеки под названием MWWM в принципе почему так ну как вы поняли в Flutter есть виджет и он тут явно выступает как View ну а ViewModel превратился в WidgetModel и давайте наверное разберем что как же оно работало на тот момент центральным классом как вы видите тут есть WidgetModel и в данном случае решили не отходить вообще абсолютно от концепта стандартного того что декларировалось в классическом подходе MVVM и для WidgetModel сделали ее в виде набора свойств которые могут изменяться ну и вообще чем этот подход то хорош почему его так любят потому что в случае наличия функционала подвязывания на изменения свойств то есть ну различные биндинги это очень удобненько работает связь View и вот это изменение модели поэтому здесь было решено тоже не отходить от этого и для таких свойств использовались просто стримы ну не совсем просто стримы а rx стримы на которые можно было подвязываться прямо на уровне виджета с помощью билдеров то есть билдер подвязывался на конкретный стрим и в зависимости от того каким образом приходили данные отображал какие-то конкретные вещи ну и собственно раз мы уже заговорили про отображение слоем отображения здесь был виджет и поскольку ребята только пришли в тот момент в contact flutter особо глубоко копнуть не успели поэтому взяли решение которое лежало на поверхности оно простое надежное взяли просто stateful виджет и вместе со state там стало жить виджет модель чтобы виджет который представлял все это мог обращаться к этой виджет модели как к источнику данных и взаимодействовать с ней то есть вот таким образом все это было организовано ну и осталось последнее последнее ну не по важности конечно просто на данный момент последнее слой модели и здесь было решено сделать его в виде некоторых контрактов то есть модель хранила фактически набор возможных взаимодействий и реакции на эти взаимодействия вот и все это дело каким-то образом связывалось со сторонней бизнес логикой которая уже не относилась конкретно к этому сочетанию того что мы описываем вот и все было бы хорошо но модель не прижилась ну это было логично потому что она была довольно таки более плейтная как таково особо за собой ничего не тащило поэтому все это превратилось вот примерно в такую конструкцию чаще всего никто этой модели не пользовался и как вы видите это уже даже от самого концепта MVVM начало далеко отходить вот поэтому у этого подхода были свои плюсы довольно таки большие потому что презентационная логика которую можно гибко управлять с помощью декларирования вот этих свойств и взаимодействия внутри это было довольно таки удобно но при этом она получилась очень свободной и казалось бы это плюс пиши как хочешь вот ну абсолютно как хочешь и если правильно все запроектировать все очень классно но вот эта свобода оказалась увы излишней а потому что стал например интересный вопрос как себя ведет джун когда приходит что он обычно делает чаще всего приходит задачки конкретные сделай вот это и не думай ни о чем ну суровая правда жизни а еще более часто он даже этого ну в целом сам не часто в состоянии сделать поэтому он открывает код который дописан до него ищет похожее и пытается повторять то что там написано но только для своих условий а когда слишком большая свобода человек может игрировать по проектам например он не понимает а как же мы вообще на самом то деле делать тут есть модель там нет модели что-то еще описывать и это свобода стала минусом как ни странно ну и предвкушая один из вопросов который всегда есть почему не блок и все остальное я на него сразу отвечу постоянно задают мне его ни разу не задавали но мне каждый раз было интересно почему никто из нас из представителей нашей компании никогда главные отличия не говорил они не исключающие вот смотрите изначально концепт блока который был представлен гуглом на конференции если не ошибаюсь в 2017 году google.io он заключался немножечко в следующем это концентрированная бизнес логика по одной из скажем так бизнесовой части которая на UI никаким образом не подвязана то есть это кусок бизнес логики который тортовый можно вытащить из проекта и там перенести в другой тортовый проект и он будет там работать например вы можете взять написать такую бизнес логику использовать его этот блок в флаттере ангуляре ангуляр дарт я имею ввиду и так далее вот и поэтому сам блок это про работу с бизнесовым состоянием а работа с бизнесовым состоянием в нашем случае это только маленький маленький конкретный кусочек помните я показывал вот эту схему когда модель отвалилась и ну вот тут есть какая-то бизнес логика а что такое блок это и есть бизнес логиков у нас в принципе были примеры когда мы комбинировали потому что уже были написаны части проектов которые пришли к нам от сторонних уже разработчиков мы их продолжали и это надо было как-то дружить и вот как раз они вполне себе спокойно живут потому что они на разных уровнях абстракции один за чистую бизнес логику другой фактически за совмещение всего этого в том числе за презентационную логику ну и собственно можно вернуться к тому же во что же все это превратилось как появился пакет элементарь мы некоторое время писали на m w m и в принципе у него есть большие плюсы которые позволяют ускорять для нас разработку по крайней мере для больших команд и так далее но явно должно было что-то происходить из улучшений и вот в тот момент когда я стал техлидом один одно из таких направлений мы выбрали улучшать наши внутренние процессы для того чтобы они были более так выгодны и поэтому одним из таких пунктов было как-то пересмотреть нашу библиотеку сделать ее лучше и собственно тут мы пошли с довольно стандартным путем мы решили пофиксить то что работает плохо убрать лишнюю свободу и немножко пересмотреть строгость поэтому собственно виджет модель мы фактически оставили почти в том виде в котором она и была это набор свойств но поскольку как показала практика вот те стримы они были абсолютно излишними то есть этот функционал легко повторяется через чечники файера с небольшой обвязкой а тащить за собой целый rx ради того чтобы это организовать но это не рентабельно поэтому здесь было изменение на чечники файеры но поскольку у нас есть проекты которые уже написаны на MWWM да и тех кто пользуется им мы не хотим ставить неловкое положение чтобы они оказывались там перед большим рефакторингом интерфейс вообще не поменялся то есть поменялась внутренняя составляющая а обертка осталась фактически снаружи такой же поэтому принцип остался абсолютно таким же те же самые билдеры которые подвязываются на эти свойства и в зависимости от свойств возвращают отображение вот кстати пример кода как ну в данном случае отображаются отображается список то есть есть свойства это country или стейт которая содержит в себе список стран например в данном случае моделей обычных бизнесовых и у данного свойства есть еще несколько состояний то есть состояние ошибки состояние загрузки и в зависимости от того что пришло мы четко говорим что мы отображаем один виджет другой третий и так далее ну на код мы еще посмотрим в принципе в живую собственно модель а вот тут свобода свобода все равно осталась почему потому что модель это абсолютно чистая бизнес логика в данном случае и ее в зависимости от ситуации надо отписать совершенно по-разному где-то будет достаточно набора методов где-то эти методы еще должны быть в тюч а может быть вам потребуются стримы которые будут некоторое состояние транслировать а может быть вы все равно такие а я все равно хочу блок у меня вот в проекте есть блок вот я хочу это подвязать внутри почему бы нет ради всего этого была оставлена модель в свободном виде вот допустим самый простой пример как раз к тому же экрану модель бы выглядела примерно так у нее просто один метод который загружает данные пользуясь репозиторием и в принципе тут есть обработка ошибки в случае если мы поймаем мы используем метод стандартный который есть у нашей модели это handle error зачем же он нужен как обрабатывать ошибку чаще всего при получении ошибки мы действуем ну двумя довольно таки разными путями и их надо оба скажем так отрегулировать первый путь это абсолютно не касающаяся пользователя штука мы должны например что-то залогировать куда-то записать отправить в какой-нибудь store информацию о том что у нас есть проблемы мы хотим потом посмотреть логи и так далее это абсолютно бизнесовая обработка и когда это случается у модели обычно есть error handler который можно задать это некоторое общее место обработки ошибок с точки зрения бизнесовой части то есть как только ошибка поймана этот error handler о ней узнает и мы например можем записать логи и второй путь обработки ошибки который тоже чаще всего нужно использовать это показать пользователю что пошло бы не так у тебя там интернет отвалился не знаю что угодно могло произойти и часто это всякие снэки показывают уведомления еще какие-то вещи поэтому модель отправляет виджет модели уведомление о том что произошла ошибка и в виджет модели можно указать переопределить метод который определит поведение в зависимости от того какая ошибка пришла то есть если у вас например отвалился по таймауту запрос почему бы не показать пользователю снэк вполне стандартное поведение итак ну и последняя часть это виджет и вот здесь основная идея вообще когда мы говорим про стандартный классический концепт у mvvm что источником для него является виджет модел здесь в юмору и в данном случае в данном случае мы хотели чтобы было точно так же у флаттера есть одна особенность что виджет может встраиваться в разные части дерева и в зависимости от этого вести себя по разному из-за этого как раз контекст передается вот мы решили от этого избавиться поскольку у нас презентационная логика вся находится в виджет модуле там и контекст но это мы еще чуть подробнее разберем а вот виджет в данном случае он представляет из себя обычный компоновочный виджет такой же как stateless stateful но нас они не устраивали поэтому мы написали свою кастомную реализацию которая фактически взаимодействует с виджет моделью и в метод build она принимает ее по интерфейсу то есть набору свойств которые виджет может использовать для того чтобы сказать каким будет представление той части под дерево которую он представляет единственным источником является виджет модель насчет интерфейса здесь он не только интерфейс ради интерфейса чтобы сомным видом сказать ну у нас все все солидно очень круто нет это решение которое поможет удобно тестировать к тестированию мы тоже чуть в дальнейшем вернемся вот примерно таким образом может и выглядеть интерфейс то есть по факту в данном случае два свойства это свойства которое поставляет фактически данные свойства которые например декларирует каким образом должно отображаться чтобы вы спокойно использовали нужный стиль для отображения итак каким образом все это работает вместе как я сказал нам пришлось написать свою кастомную реализацию это компоновочный элемент который хранит в себе виджет модель и она живет вместе с ним соответственно у нее есть жизненный цикл свой который можно использовать на момент создания на момент удаления когда обновились зависимости потому что как я сказал виджет моделл переехал в контекст вы от него можете подписаться все это вместе произойдет отработает и когда наступит момент построения под дерево в тот момент когда у элемента спросят а что же там дальше для вот этого построения виджету будет отдана виджет модель и будет построена до конца дерево итак давайте наверное посмотрим на примере но тут есть небольшая коллизия я хотел вам показать не только код который написан но использовал довольно таки публичный бесплатный API без даже ключей и все было бы замечательно надежный план великолепный как швейцарские часы и сегодня он вдруг стал по ключу и не бесплатным так что работу я вам не покажу да но мы можем сделать из этого вывод что так поступать не стоит если у вас нужно продемонстрировать что-то и как минимум лучше замокать надежнее будет но код собственно я все равно вам покажу и покажу как этот код тестировать чтобы можно было посмотреть что это действительно удобно то есть давайте посмотрим все три сущности которые мы используем в целом построение приложения может быть в зависимости от того как вы это захотите делать поэтому общую часть приложения я не вижу смысла показывать там просто и распределение по слоям репозиториев вот это все тут свобода выбора что называется мы сейчас рассматриваем конкретно вот небольшой экран и какие скажем так сущности и все остальное в нем есть как я говорил модель которую мы уже видели на самом деле это довольно-таки простая реализация она может быть намного сложнее но вот для экрана который просто грузит данные откуда-то вполне вот будет это выглядеть вот так и собственно в принципе мы можем сразу рассмотреть каким образом это тестировать потому что мы все-таки говорим про промышленную разработку и не тестировать что-то в промышленной разработке это себе дороже потому что ну как минимум или вы на багах потом много-много времени потеряете или на пользователях которые будут уходить ну или на тестерах которые все это вручную будут тестировать что тоже не очень хорошо облегчать жизнь себе это правильно поэтому для модели раз это чистая бизнес логика тут очень удобно подходят юнит тесты стандартные то есть обычный стандартный набор тестов для Flutter который всем вам наверняка знаком если вы хоть раз писали тесты можем запустить в принципе они на API не заточены все спокойно тестируется поведение модели то есть например вот тест о том что он должен при запросе модель должна при запросе стран грузить его именно из репозитория а не откуда-то еще если мы получаем exception от репозитория при запросе да то мы должны этот exception как бы словить и дальше потому что мы стараемся сообщать о проблеме как вы видели там рифрову давайте еще покажу то есть мы обработали и сделали рифров чтобы он дальше полетел и можно было на это каким-то образом еще отреагировать например в стейте ну и да вот кстати как раз проверка на то что он бросает а здесь проверка на то что он хендлеру удаляет собственно модель легко тестируется я думаю тут все понятно давайте теперь посмотрим на экран и здесь еще есть один момент на который стоит обратить внимание кто создает виджет модел для удобства тестирования в виджет передается фабричный метод в данном случае он дефолтный да то есть мы просто определяем некоторый фабричный метод который позволит нам создать создать эту виджет модель у него есть как раз он принимает себя контекст чтобы в случае если вы используете типа провайдера подвязанное на дерево мы могли пользоваться этим контекстом благополучно но то есть не принципиально можете и get тут никаких ограничений нет по факту просто вот этот метод должен по факту уже вернуть саму виджет модель которой мы пользуемся и собственно как выглядит сам билд билд выглядит это дальше уже вспомогательные подвиджеты которые мы используем а сам билд вот такой вот вполне небольшой и в нем просто описаны все комбинации когда мы загружаемся мы можем отображать один виджет ну в данном случае тут просто заглушка конечно центр в котором текст с ошибкой тоже самое просто другой текст а сам момент отображения данных разделен если у нас пустой лист мы опять же заглушку показываем и в случае если данные пришли мы списком все это дело отображаем собственно как вы видите тут как раз и нет зависимости никакой кроме вм для того чтобы все это дело использовать ну и сама вмка в данном случае это просто некоторый набор презентационной логики то есть при инициализации мы решаем сразу какую например какой шрифт мы используем и говорим о том что мы собираемся загрузить описан описано поведение обработки ошибок и сам процесс загрузки ну и интерфейс который вы видели собственно чем что еще дает такой подход как вы видите мы тут прямо из вмки определяем какие будут стили соответственно можем внутри обработать всякие подобные вещи но и пользоваться стандартным подходом тоже можем просто через вмку но когда мы говорим про локализацию всегда возникает такой вопрос как там повыгоднее брать эти локализованные строки чтобы каждый раз по дереву не бегать не искать тот самый делегейт локализации который позволит нам эти строки тащить здесь поставщиком является как раз вмка мы можем такие же локализованные строки прямо из нее поставлять и даже какой-то свой механизм локализации более более гибкий сделать но и как опять же воспользоваться стандартом то есть более гибкий подход ну и собственно тесты которые покрывают виджет и вмку для виджетов можно использовать как виджет тесты так и golden тесты поскольку golden более более глубокий подход во флаттере они базируются на виджет тестах я тут покажу именно golden тесты виджет еще проще как я говорил у нас компоновочный виджет поэтому вот мы дали интерфейс и хотим получить от виджета фактически некоторое представление каким же будет то что он из себя представляет сам нас виджет не интересует нас интересует представление которое есть это очень сильно упрощает нам тестирование потому что мы можем использовать mock этой vm потому что vm это интерфейс как мы говорили а интерфейс очень легко замокать и в данном случае просто используя mocktail ну это такая если кто то не знаком флаттеровская после null safety вариация mockit вот мы спокойно делаем mock поведение вмки и отдаем виджету что же мы получаем на выхлопе на выхлопе мы получаем набор состояний которые мы хотим от тестировать то есть на каждой здесь кстати стоит пояснить красная картинка потому что у нас взаимодействие с внешним загрузчиком загрузкой изображения из интернета то есть image network для того чтобы это сгенерировать у нас есть небольшая обвязочка которая подменяет поведение http клиента то есть если вы попытаетесь подобное протестировать без такого ну не только не только в нашем случае если вы вообще где то попытаетесь такое протестировать у вас упадет потому что в тестах нежелательно использовать как бы реальные http клиенты вам придется его замокать ну и в данном случае просто прозрачная картинка возвращается с красноватым оттенком чтобы фактически контуры этого изображения они все равно на golden тесте были видны соответственно golden тесты позволят вам в том числе отслеживать тот момент с изменением визуальной части которая ну не произвольно вы не закладывали например она вам сразу об этом сообщит плюс ко всему вы легко можете не нагружать своего а тем что ему нужно на там восьмидесяти устройствах посмотреть обязательно что там нигде ничего не отвалилось сгенерировав для множества устройств посмотреть как же все это дело выглядит ну и собственно самый наверное тяжелый момент который был это тесты для виджет модели но тяжелым он был только по причине того что изначально надо было бы очень много писать для того чтобы это все не приходилось писать мы сделали дополнительную дополнительную библиотеку для тестирования которая как раз и позволяет легко управлять процессом тестирования виджет модели поскольку виджет модель это просто набор свойств да и мы собираемся их проверить на различных взаимодействиях между собой тут получается примерно вот так вот выглядящие тесты то есть специальную функцию используем которая тестирует эту виджет модель у нас должна быть функция которая вернет виджет модель которая должна быть настроена то есть вот она один раз определяется а в дальнейшем мы просто описываем стандартное поведение и тесты получаются очень даже аккуратными и небольшими при этом проверяют нужное нам поведение как вы наверное заметили в данном подходе получается очень сильное разделение между слоями они почти не связаны между собой то есть есть модель у которой есть бизнесовые зависимости да но от всего остального она так абстрагирована и почти не взаимодействует то есть она предоставляет свой фактически некоторый интерфейс говорит ну можете со мной вот так взаимодействовать а я тут дальше порешаю что такое ВМК? ВМК поступает примерно так же у нее есть модель больше никаких условно там зависимости нет периодически она может не ходить за каким-то там вызовом методов да и на выхлопе она просто отдает некоторое состояние презентационное и виджет которому для отображения в принципе уже тоже ничего не надо кроме вот некоторого текущего состояния этого интерфейса и чем это может быть полезно если у вас большая команда разработки вы наверняка сталкивались с такой ситуацией особенно если быть млит к вам приходит ПМ и говорят у нас немножечко горят сроки что нам делать а давай возьмем еще 10 разработчиков и ты такой говоришь ну линейное количество оно никак не поможет то есть они просто друг другу мешать будут мы на коммуникации больше потеряем это вот из той истории что девушка за 9 месяцев родит ребенка и 9 девушек тоже за 9 месяцев справятся никак у них линейно линейно это не ускорится а вот тут эта проблема решается потому что поскольку слои четко разделены и даже написание тестов вообще не связано между собой мы можем спокойно вот эти слои отдать абсолютно разным людям и вот тут вот мы можем получить некоторое ускорение линейное от количества разработчиков если один человек это делал бы он потратит ровно столько сколько все это занимает если это будут делать три человека условно то они ну как бы именно в сумме столько же потратят но на дистанции вот на мгновенное такое они потратят по наибольшему сценарию вот этого слоя то есть какой слой больше всего займет это будет максимум при этом у них освободятся ну скажем так развяжутся руки для оптимального тестирования то есть если человек успел написать он может хорошенько все это тестами покрыть и так все это последовательно ускориться и еще один плюс который еще только скажем так в желании и в мыслях опробовать но я думаю мы это обязательно сделаем по крайней мере у себя наверняка вы слышали про Flutter Folio это в общем сервис который позволяет использовать фактически визуальные конструкторы для Flutter и клепать интерфейсики которые очень хорошо генерируются классно и замечательно но проблема как бы визуальный конструктор он на то и визуальный конструктор он только визуал а бизнес логики там нет и все равно как бы профита особого нет ну клепался интерфейс ну хорошо логику писать надо а поскольку у нас виджет использует интерфейс для того чтобы фактически определять свое состояние и больше ничего мы спокойно можем выделить фактически конечный набор этих состояний которые можно в этом уже фолио отрисовать перетащить внутрь и просто сказать что при таком состоянии ну при таком скажем так при такой комбинации состояния мы используем вот это при такой комбинации вот это и так далее и вплоть до того что наверное это можно даже дать дизайнеру условно который вполне спокойно отрисал все фигми тут же все это перенесет в код обернет в классы Ну, все, замечательно. И по факту программист это просто свяжет. Может быть даже тот, который будет делать ВМ. Для него это будет, скорее всего, небольшой проблемой. Собственно, это то, что мы успели заметить. Пока пользуемся у нас наш вот этот подход элементарий. Мы его уже успели обкатать на пока, правда, одном продуктовом. В общем, на одном проекте, реальном, бизнесовом. Он себя показал очень хорошо и с точки зрения тестируемости, и с точки зрения того, как он ускоряет разработку, и с точки зрения того, что он более интуитивно понятен для всех, скажем так, уровней разработчиков от Джонада до Сеньора. И в целом мы решили, что мы полностью перейдем для всех новых проектов. Ну и по возможности для старых проектов будем при рефакторинге и так далее подтягивать уже эту версию библиотеки. Поэтому она вынеслась совсем отдельно, поскольку все-таки является не новой версией, а новым взглядом полностью. И вокруг нее будет строиться большая инфраструктура. И, собственно, приближающие планы. Во-первых, тулинг. Как вы наверняка заметили, такую штуку, поскольку мы ее делаем, все равно там есть вещи, которые можно отдать скрипту спокойно. И он с этим справится. Всякие генерации интерфейсов, шаблоны, которые изначально позволяют создать те же фабричные методы. Они, если их вот так вот на дистанции вам показать реальный проект, и он был бы не был под интерей, да, то, в принципе, они плюс-минус очень похожи друг на друга. И в целом это все можно генерировать или давать тулинг для создания всего этого. Соответственно, это одно из ближайших планов, потому что на большом скопе это сильно ускорит разработку. Ну и плюс еще дальнейшее упрощение механизмов тестирования, чтобы было намного больше уже готового взаимодействия, чтобы можно было использовать некоторые готовые, скажем так, утилитарные классы, которые будут ускорять это еще более. Собственно, если вам понравилось, то я тут немножко рекламы, да, это ссылочки на несколько телеграм-каналов. Первый телеграм-канал – это телеграм-канал нашей студии. Вы там можете найти всех наших разработчиков, в том числе и меня, пообщаться, спросить что-то. То есть это телеграм-команды. Второй телеграм – это телеграм, который только фактически зарождается. Это телеграм с анонсами и тем, что будет касаться элементами. То есть вот этого пакета, все, что вокруг него, все обновления, какие-то улучшения, все будут анонсироваться там и рассказываться все, что с этим связано. То есть какая работа ведется. Ну и третий – это мой личный телеграм-канал, который посвящен Flutter'у с новостями. Вы можете подписываться и читать то, что я там публикую, если вам будет интересно. Ну, собственно, у меня все. Если есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Давайте я спрошу, какой технический, потому что у меня доклад будет несколько пересекаться вот с темой обучения и прихода новых людей. Насколько проще стало именно объяснять вот такой подход для людей, которые такие приходят, они вот только-только там где-то начинают. То есть это заметно где-нибудь в улучшении? Да, заметно. Во-первых, такой забавный факт. Там, где мы внедряли, первая реакция Тима Лида была такая. Мы с ним посидели, он говорит, я приду с фидбэком. Пришел такой, ну, вроде как бы прикольно, все чистенько, но что-то много писать, вот интерфейсы, вот тут еще модельки описывать. Ну, ладно, еще попробуем. Потом они начали мигрировать то, что уже написали. И он такой, я теперь понял. Это реально круто, потому что стало слишком четко. Ты просто точно понимаешь, что у тебя где находится, и у тебя нет соблазна, ну, извиняюсь, говнять. То есть тут это можно сделать только целенаправленно. То есть такой, я прям сильно хочу, вот прям очень-очень, я вот целенаправленно это делаю, и тогда все будет ок. А для человека, который приходит фактически с начальной базой, все предельно просто. То есть если это логика, не подвязанная на отображение, ну, вот моделька, пиши. Если это логика подвязанная на отображение, вот виджет моделька, пиши. А виджет вообще верстка обычная. То есть там никакой логики вообще в принципе нет. Там вот даже один из пунктов, вот контекст оттуда вынесен не просто так. Его, конечно, там можно, билдер и вперед, и контекст-то будет. Но его вынесли оттуда специально, чтобы не было лишнего соблазна лезть в презентационную логику из виджета. Потому что раз вынесен отдельный слой для этого, ну, там все для этого есть. Ну и поскольку основные кейсы в принципе тут продуманы, с точки зрения того, чтобы это удобно было в повседневной разработке, большинство кейсов, они в принципе там четко описаны, где, когда, что делать. Это там инициализация тут, да, еще что-то дальше, да. Изменились свойства, ну, подвязки внешние, например, если у нас есть какие-то. Ну, у нас есть метод для этого прям, который четко говорит, что это тут надо сделать, и ты пишешь тут логику, которая уже работает потом. Вопрос, который я, наверное, задавал уже на самом деле, но вот про нейминг и, в частности, использование моделей в виджет-модели, когда у нас уже есть модели на бизнес-логике, то есть то, что мы получаем в SAP, нет ли планов по неймингу или как с этим справляться, чтобы, ну, контекст обсуждения не терять? Здесь, наверное, больше вопрос к тому, что я понимаю, про что ты говоришь, но я лично, когда имею в виду бизнесовую модель, в смысле, модель данных бизнесовую, я никогда там не пишу модул. Ну, зачем? Это и так понятно. Вот, то есть если я пишу, ну, кстати, мы можем даже посмотреть, вот тут примерчик, который писался, да, то есть если мы говорим про модель данных, ну, у нас вот есть DTO-шка, она точно говорит country data, да, о том, что у нас именно данные. А если мы говорим о такой же модели бизнесовой, она просто называется country, не country model, да, а в данном случае это еще и некая такая идеологическая штука, потому что, ну, если пакет вдохновлен конкретной, конкретной, скажем так, шаблоном проектирования, да, и где это четко называется модул, то менять это, наверное, не совсем корректно, потому что, ну, человек, который, например, ну, начинает, ему проще будет воспринимать это, ну, с такой какой-то привычной для него точки зрения. Поэтому я, наверное, тут немножко думаю, что не стоит этого делать. Вот, например, похожий пример. До этого, сейчас покажу, у нас, когда мы говорим про factory, да, это на, сейчас называется widget model factory, а до этого это был widget model builder, вот, и вот эта коллизия с тем, что есть на UI билдеры, и есть билдер, который фактически является фабричным методом, это, да, это прям такая штука по неймингу, которая могла людей путать, поэтому мы от этого избавились, ну, и почему бы это не factory, очень даже себе. Ну, да, в общем, пример-то не из головы взят, у нас конкретно, у меня был пример, когда мы вот должны были очень быстро сделать, и по независимым от нас причинам сторонняя команда, которая делала бэк, очень-очень-очень много навеселила, и в итоге мы оказались в ситуации, когда мы не успеваем, ну, просто не успеваем. И вот эта логика, когда нужно что-то придумать, а придумать-то особо нечего, она постоянно стреляет в таких ситуациях, мы не можем просто там принести еще там, привести трех разработчиков и сказать, вот ты сядешь и будешь писать, что они будут между собой взаимодействовать, это больше времени сожрет. А вот здесь мы успели попробовать как раз на том проекте, который делали, распределить вот именно по слоям, чтобы люди подписали, и действительно они друг другу не мешают, они спокойно пишут. Единственное, что нужно подготовить, заранее фактически вот эту инфраструктуру создать, то есть пустую. Есть виджет, виджет-модель, да, и там моделька. При том, что мы в планах, как бы я говорю, это генерировать вот этот шаблон, который начальный будет, от которого можно плясать вполне тулингом. Ну и плюс, когда этот пример я писал, я тоже это заметил, что вещи, которые я делал, они были абсолютно вот так строго деленные по уровням, мне не приходилось лазить в другой уровень. То есть если до этого, на чем бы я ни пытался писать, в принципе, я пробовал различные вещи, и всегда вот эти пересечения, они есть. То есть ты чуть-чуть пописал там бизнес-логики, полез, сделал какую-то там подготовку презентационной, версточку чуть-чуть, и вот оно все равно как-то переплетается. То тут вполне получилось четко, последовательно писать несколько слоев один за другим. Ну тут больше будет зависеть от тем ли да, то есть теоретически, по факту, вот опять же прям на примере можем посмотреть, если мы сажаем человека, который делает верстку, по факту ему вот сейчас ничего не надо. То есть у него есть вот главное, чтобы был вот прям сам интерфейс, на который он подпишется, и он может задекларировать себе по факту свойства, которые ему нужны. То есть он посмотрел на фигму, у него есть там набор определенных состояний, которые ему нужны для отрисовки. Он их вынес, и человек, который делает презентационную логику, должен просто потом будет сделать так, чтобы в нужный момент эти нужные состояния были адекватными. А человеку, который делает виджет, уже на этом этапе достаточно зайти вот сюда, ой, не сюда, а вот сюда, и в инициализации просто выставить нужное ему состояние, отверстать его, там, выставить другое состояние, отверстать его, выставить третье состояние, отверстать его, все, он ни на кого не подвязан. Моделька точно так же, как в целом, то есть он, ну, какие, в принципе, тут могут быть подвязки. Стандартный общий эррор-хендлер, но он особо никого не трогает, то есть это внутренняя реализация. Просто описать все, что он предоставит для реализации, по факту. Ну, наверное, тут будет небольшая работа дополнительная условного тех или ким-лида проекта, именно, который в этот момент скажет, в идеале напишет просто набор интерфейсов. То есть интерфейс модели будет вот таким, тебе нужно все это реализовать. Вполне за это можно уже посадить даже Джуна, потому что у него есть четкая формулировка, у тебя там 10 методов, каждый из них делает вот это, вот это, вот это. А дешево? Дешево. Ну, как бы просто, тоже довольно-таки просто. С версткой тоже никаких проблем, как мы разобрали. Получается, виджет модель, это уже вот связка всего этого между собой, тоже по факту представляет из себя некоторый вот такой вот набор того, как, пользуясь одним, предоставить все, что потребовалось второму интерфейсу. Тоже не связано. Да? Спасибо за этот доклад, очень интересно, только я не очень поняла, как раз, что именно идет из пакета, что помогает некому переводчику пользуясь эту модель, а что я просто довела его внутри себя, что у меня такая классная. от пакета идет вся, скажем так, инфраструктура, которая позволяет всем этим пользоваться. То есть, вот смотри, давай просто опять же, ну, на примерах кода, мне кажется, проще всего смотреть, да? То есть, по факту, сам виджет, он поставляется, по факту, если мы посмотрим, что он делает, он себе содержит вот как раз эту логику, то есть, создание элемента и использование build-функции, да, с использованием виджет-модели по интерфейсу. Вся логика работы внутренняя, скажем так, подкапотная, когда элемент спрашивает у виджет-модели о том, что ему нужно построиться. Все это идет из пакета. Писать разработчику придется только то, что ему нужно в проекте, просто пользуясь этим инструментарием. Ну, то есть, в случае вот этот базовый виджет и виджет-модел. Да, виджет, виджет-модел, ну, модель там просто поставляется по факту, как, ну, класс, который содержит в себе имплементацию больше связанную с обработкой ошибок, например. И я рассказывал, у нас модель сообщает виджет-модел о том, что произошла ошибка, чтобы мы могли презентационно эту ошибку пользователю продемонстрировать. Вот эту связку она тоже подставляется. То есть, по факту нужно просто писать и использовать инфраструктуру, которая уже подготовлена для того, чтобы это все использовать. Я еще маленькую. Там, получается, есть какой-то? пример, вот как ты показываешь, Да, он лежит. Это как раз пример, который лежит ровно в пакете для того, чтобы продемонстрировать. Единственное, почему я... Потому что API вдруг резко стал платным. Ну, бывает. вот именно глобального стейта тут больше не к этому пакету, а, наверное, если есть желание иметь некоторый глобальный стейт, то в принципе можно, потому что мы тут сейчас как раз рассматривали такой момент с тем, что у нас есть вот эта связочка на какой-то изолированный фактически, ну, какую-то фичу, условно, на экран, на какую-то часть экрана, которая имеет под собой эту логику. А дальше, как мы, в данном случае у меня тут модель, финальной ее частью тут поход в репозиторий, но это же не всегда так. У нас, например, есть корзина условная, и вот в данном случае логично, что будет некоторый там сервис, менеджер, как угодно называйте, который будет эту логику в себе пространственно инконстулировать, то есть межэкранами, межвиджетами и так далее. Соответственно, модель будет просто не напрямую уходить в репу, а обращаться уже к той части бизнес-логики, которая содержит общая такая. Вот, и в принципе-то там почему хоть редакс, никакой проблемы в этом нет. То есть комбинировать это можно. Данные, то есть основная концепция тут именно в фактически некоторой части вот разделения презентационной просто бизнес-логики и верстки конкретного условного, ну назовем это компонента, да, компонента какого-то экрана, компонента приложения, который именно к ней относится. общая как душой в год. Ну что, такой же профессор лично, что мы можем это сделать. Будем пойти отдохнуть к следующим докладам, которые будут через 27 минут. Спасибо.